Врачи, представители власти, правоохранительные органы настоятельно рекомендуют всем оставаться дома для собственной же безопасности. Прогулки по улицам без уважительных причин могут обернуться штрафом до 30 тысяч рублей. Санкции предусмотрены за нарушение правил поведения при действующем режиме повышенной готовности, который с 18 марта введен и в Чувашии. Покидать места проживания можно только по нескольким причинам. Если понадобилась экстренная помощь, нужно в ближайший магазин, аптеку навестить пожилых, либо людей, нуждающихся в уходе, и выгулять собаку, но не дальше 100 метров от дома. Все остальные действия в условиях режима повышенной готовности под запретом. Гражданам рекомендовано носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию даже в общественном транспорте. Кстати, правила самоизоляции не применяются к руководителям и работникам органов власти, служб жизнеобеспечения и предприятиям, оказывающим прямое влияние на экономику региона. Но в последнем пункте оговорка сотрудникам должны быть выданы справки, по которым они и смогут добираться до рабочего места. Нарушителям режима повышенной готовности грозят предупреждения, либо административные штрафы для граждан от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 50, для юридических лиц от 100 до 300 тысяч. При повторном нарушении правил штрафные санкции увеличатся вдвое, а организации грозит и приостановление деятельности до 90 суток. Сейчас соблюдение приказа в Рио главы региона контролируют сотрудники полиции и мобильные группы администрации муниципалитетов. Протоколы, составленные на правонарушителей, рассматривают мировые судьи, которым также не запрещено появляться на своем рабочем месте. Дмитрий Ковалев, Республика.